Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на празднике «Космические старты вместе!» Вместе с учащимися и педагогическим коллективом школы номер 54 города Севастополя. Приветствую вас на празднике! Вместе с ветеранами элитной отечественной войны Лебедевым Юрием Владимировичем, офицером запаса, ветераном локальных войн, членом городского совета ветеранов города Москвы. Вместе с представителями Российского университета дружбы народов, Центрального научно-исследовательского института мышного строения, Пинчук, Владимир Борисович, администрации физической наук и подаватель статистиклей университета. Вместе с представителями Федерального государственного образовательного университета Академии имени Тимирязева, Бугрушка, Петр Федорович, доктор физической наук и подаватель статистиклей университета, член-корреспондент Российской Академии образования. Вместе с Институтом космического флота, Директор музея митрофолка Елена Борисовна. Вместе с Председателем совета ветеранов города Евпатория, Качатурян Владимирович, Академия, администрация, председателем совета ветеранов космонавтики города Евпатория. Вместе с Маршинством и Сергеем подмечен членом совета ветеранов космонавтики города Евпатория. Итак, дорогие друзья, даем старт главному празднику – посвящение в юные гадарицы. И слово предоставляется директору нашей школы Васильевой Светлане Ильиничне. Добрый день, дорогие друзья, наши уважаемые гости, наши добрые друзья из навеком прихволокающего солнечного города. У нас тут снег, у нас же холодно. Но нам радостно, что на другом конце нашей необъятной страны есть ребята, которые разделяют наши взгляды. Уважаемые коллеги, большое вам спасибо за то, что вы приняли участие в нашем таком замечательном празднике. Очень важно для нас, очень важно для подрастающего поколения. Я думаю, что сегодняшний старт будет удачным. И из тех, кто сегодня сидит и радуется тому, что есть возможность увидеть и услышать, когда-либо будем радоваться мы, увидев их на стартовой площадке космодрома. Удачи вам всем стартам. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья! Ах, этот день, 12 апреля, как он пронесся по людским сердцам! Казалось, мир невольно стал добрее, своей победой пронесся сам. Какой кренел он музыкальной вселенной, тот праздник пёстром погладил знамён, когда безвестный сын Смоленской землёй планеты был усыновлён. Дорогие друзья, сегодня у нас большой праздник. Мы принимаем в ряды детской общественной организации имени Юрия Алексеевича Гагарина пополнение. И этому событию мы посвящаем нашу торжественную линейку. Познание общественной организации, знамя школы. Нести знамя! Познание смирно! Познание смирно! Торжественная линейка, посвященная вступлением детско-общественную организацию «Юные гадальницы», объявляется открытым гимн Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 кто-то вольт из вас и станет господавством. Это очень хорошее результат, поверьте. Спасибо вам за это. Юрий Владимирович, мы вас поздравляем с 25-й годовщиной битвы под Москвой. Спасибо вам за помощь в воспитании нашей школы, за оказание помощи музейному делу. Спасибо вам! Слово предоставляется Петру Семеновичу Кубрушко, доктор педагогических наук, преподавателю университета. Паслово. Прежде всего я, конечно, обращаюсь к нашим родителям. Вот вы стоите здесь, целый отряд, новый отряд. А скажите мне, пожалуйста, когда Юрий Алексеевич взлетал, он что сказал? Поехали. Молодцы, отлично. Вот и я хочу сказать вам, поехали. Поехали вперед. Светлое будущее, которое зависит от вас самих. Если вы, как Юрий Гагарин, будете настойчиво идти к своим целям, то вы обязательно будете достойчиво идти к своим целям. Я вас поздравляю с этим знаменательным событием в вашей жизни. И хочу сказать, что ваше будущее после школы связано с продолжением образования. Вы будете думать сейчас, готовить себя к тому, чтобы получить профессиональное образование. И мы здесь присутствующие, представляем Тибирязевскую академию. Нам 150 лет. У нас много разных специальностей. Очень большой выбор. Вы легко можете познакомиться с содержанием деятельности нашего университета, открыв сайт. Сегодня легко этим всем пользуются. Вот Юви выбрать себе специальность от инженера до агронома. А мы с удовольствием присутствуем сегодня здесь, на этом важном мероприятии. Поскольку несколько лет последних активно работаем по направлению космической технологии в сельском хозяйстве. И как оказалось, сельское хозяйство здесь, космос там, развиваться могут только вместе. И я вас всех приглашаю в этом участвовать. Еще раз поздравляем и желаем вам успехов. Дорогие конкуренты, я предоставляю слово Минчу Владимиру Морисовичу, кандидат педагогических наук, преподавателю Рудояль. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, дорогие ребята, дюйм, дюйм и дюйм, дюйм и дюйм, дюйм и дюйм и дюйм. Прежде всего быть здоровыми как экспонаты, то есть желаю вам косметического здоровья, потому что оно вам совершенно необходимое для того, чтобы учиться, решая задачи, которые перед вами поставили в жизни. Первая очередная задача, где нужно учиться и к концу школы определиться с вузами. Дороги у всех будут. У кого-то совпадает с другом, разные вузы будут. Но вы обязательно будете продолжать учебу их названия. Кто-то из вас гарантированно свяжет свою жизнь с космонавтикой. И уверен, что здесь, в этом зале, присутствуют люди, ребята, ученики, которые станут космонавтикой. Я в этом успехе собираюсь. Я абсолютно уверен. И независимо от того, свяжете ли вы себя жизнь с космосом или вы имеете какую-то, на первый взгляд, земную профессию, вы имеете виду, что космос объединяет абсолютно все профессии. И гуманитарные, и технические, и биологические, какие угодно. Потому что все профессии, которые реализовались на земле, они будут реализовываться дальше при нашем исследовании, при нашем освоении космоса. Я вам желаю самых самых отличных успехов, вам всех, ваших, Бог. Спасибо. Я предоставляю слово директору общественного музея морского космического флота в Митине, член завета Митропова Елена Борисова. Я предоставляю слово директору общественного музея морского космического флота. Спасибо, что не забываете, приглашаете, потому что вы смена, наша смена, мы ветераны морского космического флота. Очень рады, что появился такой отряд юных Кагарицев. В нашем музее хранится память о научно-исследовательском судне, носившем имя Юрия Кагарика. Я хочу вручить вам эти диски, чтобы вы потом все вместе могли посмотреть фильм об этом научно-исследовательском судне и узнать, что теперь вы тоже в отряде космонавтов. Спасибо, дорогие друзья. У нас в гостях из города Евпатории, полковник запаса, председатель Совета ветеранов космонавтики города Евпатории, Качатурян Владимир Григорьевич Евуслович. Добрый день всем. Дорогие ребята, сегодня у вас в вашей жизни первое значимое событие, может быть, это первый шаг в возрослую жизнь. Вы стали юными Кагарицами. У нас в Евпатории с именем Кагарин очень много связано. Прежде всего то, что Юрий Алексеевич до своей гибели в 1968 году был руководителем полета, пилотирования космонавтических аппаратов. Он приезжал в инфекцию в Центр управления и оттуда проводил полеты. С 9 марта 1968 года он отметил свой последний день рождения в инфекции и через две недели погиб в тренировочном полете. Буквально на прошлой неделе у нас в городе имя Кагарина получил дворец спорта, который был построен по его непосредственной просьбе в комитете космонавтов, чтобы выделили средства. И вот, наконец-то, присвоили имя Кагарина нашему дворец спорта. В ближайшей перспективе у нас в городе будет создаваться музей крымской космонавтики. В Крыму не только инфекция, которая связана с космосом, но и в основном в других городах. Поэтому, как раз, я думаю, когда вы уже подрастете, этот музей будет готов и приглашаю всех вас. И надеюсь, что все-таки кто-то из вас станет космонавтом. Спасибо вам. Поздравляю. Я сейчас предоставляю слово севастопольца. Пожалуйста, слово для поздравления вам, дорогие наши друзья. Мы рады. И, кстати, нас слышно хорошо? Хорошо. Хорошо слышно? Отлично. Мы рады приветствовать вас с дакой 10 класса школы на М-54, а также в отнимом музее. И мне, Алексея Викалина. В нашей школе был открыт музей имени Юлия Алексеевича Гагарина, который посвящен авиации космонавтики. Было открыто оно в 2011 году, только когда проводилось 50-е годовщина полета Юлия Алексеевича Гагарина. Мы очень гордимся тем, что выбирается у нас в музею, есть множество экспонатов, посвященных искусственной автоматике. И монеты, и наживки, и даже есть короче костюм, который принялся от Николаевича Гагарина перед подробными. И есть скафанды, стенды, посвященные информацией тому, как развивалась операция космонавтика. Мы рады, мы рады находиться на этом торжественном мероприятии и поздравляем с восхищением Гагарина. Спасибо. Дорогие и гостопольцы, в свою очередь мы приглашаем гостя к нам. У нас... Спасибо вам огромное. Итак, ответное слово вам, Гагарина. Молодость и стремительная плана. Пусть всегда над ней светит ввысь. Ты к полету будь готов все время, даже если ждать его всю жизнь. Взрослея с каждым днем, мы учимся, живем в том мире, что отцами нам падает. На той земле, где рос, вратил цветы березы и звездам поцелал привет Гагарина. Земля-то в шаре покрывает, прозрачно полугода летит, и йод березь пообещает, ведь нет полугода любви. Повеки на земле мечта не умирают, горит звездой вон веке, горит и не сгорает. Виден этот цвет от каждого мороза, и что мир согреет, и это очень много. Пока с ним снова солнце вечно, а солнце дружбу никогда. Пускай шагает человечество дорогой мира и добра. Помогайте друг другу всегда, подставляйте товарищей в плечи, чтоб жилось человечеству легче. Помогайте друг другу всегда. Жалейте ни сил, ни труда, и не жгите тревожных отзвонок. Помогайте, и делом из слов, помогайте друг другу всегда. Давайте все возьмемся за руки и будем в дружу подорожить, под флагом нас в свет и радом, так что мы надеемся в жизнь. Нигде без песен не ударить, стоять на том, не стоим. И плавное имя Гагарина исчезнет в сердцах страны. Мы, Гагарин, зима все, и спортивным достижением имя мы свое даем. И о чем мы забываем, интересно, что больше. Мы давно начинаем время от воли. Наши разуми пить, наша воля тверда. Мы цели высокой добьемся. Гагарина память, сберечь нас всегда. Бьемся, 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 бьемся. Законы, по которым будете жить, я предану Родине и уважаю Старшим. Я предану Родине и уважаю Старшим. Мои слова и дела едины. Я протяну руку помощи. Моя дружба крепка и полностью чисты. Мне дорога моя честь. Вас поздравляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе Янцерка Ольга Викторовна. Дорогие ребята, поздравляю. Очень радостно, что у нас ведет такой замечательный праздник. Вот юные гагаринцы, у нас, наверное, впервые такой большой отряд. А я вот стою и вспоминаю, что он у нас был в Кусте в 2006 году, который очень мечтал стать космонавтом. Сейчас он звездных роддей. Идет к своей мечте. Он уже закончил Баунский институт. И дальше к ней же заведет там очень достаточно уже серьезный научный проект. Вот я желаю, чтобы у вас тоже была мечта, которую мы двигались и достигали. И велись с собой. Ой, вы видите, да. Первое задание гагаринцев. Ваше первое задание. Спасибо. Слово предоставляется в детстве с учетом, кандидатом в литератических наук, Меркель, Елене и Чусалкин. Дорогие гагаринцы. Наверное, нет сегодня в этом зале человека, который бы не гордился возможностью прикоснуться к этому необыкновенному событию. Очень важно, что история страны продолжается. Она в надежных руках. Я надеюсь, что вы будете исследовать космические данные, будете создавать новые интереснейшие проекты. И в будущем вы войдете в состав аэрокосмического класса нашей школы. Удачи вам! По знамя общественной организации юных гагаринцев «Смирно» знамя вынести! Время общественной организации юных гагаринцев «Смирно» Спасибо. Присели. Дорогие друзья! Сейчас мы вас приглашаем в лабораторию космических исследований, кабинет номер 313. Похлопаем наверх. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ВООБЩЕ ЭТО ПОМОЖЕТ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы будете проходить такой закон, как закон смитного тяготения, который очень интересно связывает все, что вокруг нас находится. И вот это вот маленькая такая мотыль, как этот закон работает. Вот сейчас я вам покажу, потом, когда вы будете проходить этот закон, вам будет гораздо проще просто это реализуализировать и понять, как это работает. У нас есть объект, представляем, что это Солнце. У нас есть пространство. Вмещая этот объект сюда, для кого-то видно, для кого-то нет, что этот объект искренне, это пространство и время. Кстати, посмотрите, посмотрите, можете подойти далее. Просто не закрывайте от камеры, и не дичьи, и не дичьи, и не дичьи, и не дичьи, и не дичьи. Все видно. Все. Я вас не сделала мастер и поменьше. Мы видим, что он крутится, но он, в конце концов, притягивается к массе большего размера, потому что маленький шарик, он изменяет пространство и время гораздо меньше. И вот большой объект чувствует это изменение и притягивает его. Можно увидеть, как шарик двигается по выгнутому эллипсу, но так как у нас не точная модель, как, например, вот Солнце и Земля, и она крутится, тут у нас энергия тела уменьшается по спирали. Оно будет крутиться, но... Сейчас. Оно будет крутиться, но в конце концов оно все равно притянется к объекту. Вот так вот. О, все. Опять все. Оно будет в конце концов притягиваться к объекту, и вот мы сделали небольшой проект, презентацию, и в этой презентации объясняем закон смирного текотения, и чтобы детям вашего меньшего возраста наглядно объяснить, как это работает, построили этот макет. Ну, и в этом заключается наш проект. Спасибо. Дорогие друзья, а сейчас я хочу предоставить слово ветерану локальных войн, простите, ребята, ветерану локальных войн, который нам с вами расскажет, а какова же связь с городом Севастополем у него имеется, очень важная, и с космосом. Вот как же его судьба сплелась? Так получилось, что я служил военно-морском флоте, и их, из всего срока, ну, только более 30-30 лет. 15 лет я прослужил в городе Герой Севастополь. Ну, служил я на кораблях Черноморского флота. Так что севастопольцам большой привет! Сам вы даю лучшие пожелания, а что такое обслуживание, вы знаете лучше всех. Рассказывать вам об этом не надо. Я хочу, что сказать, ребята, вот космос, это не то, что непосредственно космонавтика. Космос, это колоссальная мощность, где завязаны все и науки, и производства, начиная от космической связи, навигации, геологии, ну, масса таких прикладных дел, которые везде связаны. Даже ваш интернет, это космос тоже, потому что спутники обеспечивают, летают по всему, я скажу, обеспечивают всю связь и надежность. Поэтому это очень интересное занятие, понимаете, которое очень интересно заниматься. Но заниматься этим надо с полной ответственностью. Это серьезные науки, которые надо изучать и не знать детально. А если, ну, грубо говоря, малообразованный человек, конечно, этим заниматься не сможет. Поэтому я, так сказать, желаю в этом деле успеха. И я думаю, что придется столкнуться, вот не при что заниматься космической навигацией, связью. Вот у меня даже был, так, полет был 50-ти веке, металл Королёвов. Комерация космонавтики России. Спасибо вам, и дружище. Такая вот металл. Так что, даже если вы и станете космонавтом, то вам все не придется столкнуться. Поэтому учитесь. А если кому-нибудь действительно, так сказать, кто-то станет из вас космонавтом, уже представитель они в вашей школе. И есть в звездном городке. Поэтому я вам тоже желаю в этом плане успехов. И надо учить. Будут знания, будет желание. И тогда вы всего достигнете. Спасибо большое. Дорогие друзья, сейчас я передаю слово. Давнему другу, всех учащихся учителей нашей школы, Владимиру Борисовичу Минчуку. Он, как всегда, он для вас будет интересное, волшебное, космическое, приготовил. Наша интерактивная игра, которую мы можем с вами провести. Здравствуйте, ребята. Ребята, которые в Москве и которые в Севастополе, я вас в Севастополе прекрасно помню. Я обязательно буду к вам приезжать. Сегодня знаменательное событие для наших московских учеников. Мне очень приятно, что друзья из школы 54 города Севастополя, школа имени Гагарина, сегодня вместе с нами прививали наших учеников в Гагарин. Спасибо вам большое. Сегодня вы показывали нашим потрясающим по красоте опыт по демонстрации всенервного тяготения. И вы прекрасно знаете, что преодолеть тяготение Земли пока можно только с помощью реактивного движения. И реактивное движение, безусловно, надо изучать, совершенствовать движители, работающие на процессе реактивного движения. И сегодня давайте попробуем посмотреть на реактивное движение с помощью реактивной тросовой системы. Ну вот, в середине нашего класса натянуты две лески, две ниточки. Вот я сейчас иду вдоль одной. На обеих миточках есть трубочки от коктейля. И к этим трубочкам мы будем приделывать с помощью скотча вот такие надутые шарики. выходное отверстие шарика снабжено таким соплом. Это фактически шприц одноразовый. Сейчас я продемонстрирую. Так, в каком вот варенок. Значит, это вот одноразовый шприц. Носик у него удален. Остается только трубочка и запирающий поршень. Мы этот поршень будем удалять. И реактивная струя приведет шарик в движение вдоль ниточки. Значит, смотрите. Безусловно, все вы, каждый из вас пробовали надувать шарик, отпускать выходное отверстие, пилточку и туда, и шарик у нас летал куда-куда его занесет. Так вот, чтобы шарик летал по нужной проектории и на тянке как раз коротканатная дорога. Вы знаете, что в космосе рано или поздно будут создаваться протяженные конструкции. Это у нас звонок, что ли, такое. В космосе рано или поздно будут создаваться протяженные конструкции. Чтобы они были легкими, некоторые их части будут представлять собой тросы, то есть космические тросовые системы. Так вот, мы сегодня попробуем продемонстрировать работу такой тросовой системы, которая предназначена для доставки вот такой капсулы, капсулы у нас шарик, да, и каких-то грузов с одного, место, пространство, другое. Ну, а наши ребята, вот наши юридоргальцы, этот опыт за мной повторят. Значит, что я сейчас делю? Я немножко под ногой шарик, он у меня сдулся уже. Так вот, запер. Теперь надо взять скотч, сейчас вот эту сетю язычку, и, так вот, вот здесь и приделать снова с помощью скотча. Значит, вы смотрите, я обхватываю шарик с помощью скотча, и здесь все очень просто. Все, значит, вот мы приделали шарик, приделали шарик трубочки. И сейчас я выдергиваю очень внимания. аплодисменты, вот такая выставка, если сперва. Ну что, ребята, желающие повторить этот путь, все, 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 Тихо, 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 тихо. Вы будете пополнять список этих профессий. Вы будете узнавать, что это за профессия, какова цель и что надо изучать для того, чтобы стать крупным специалистом в этой области. Вот здесь представлены книги, связанные с подвозом. Это не просто собранные книги. Все эти книги это подарки, которые мы получили в результате участия в каких-либо мероприятиях по космической тематике. Вот здесь очень интересный экспонат. Был подарен нам человеком, который занимался космическими проблемами. Это не просто какой-то робот, а он сделан из тех материалов на предприятии космическом, которые идут на изготовление спутников, ракет и так далее. Достаточно тяжелая, увесистая, но очень ценная для нас модель. Здесь представлены работы ребят по изучению астероидов. Вы знаете о том, что нам грозит астероидная опасность. Вот как обеспечить безопасность, как надо на Луне построить какие-нибудь защитные вещи. Вот это мы обсуждали, это часть нашего проекта. Здесь поделки детей. Ну а вот здесь тоже в отделке детей и представлены фотографии, когда мы посещали звездный городок. А посещали мы его достаточно часто. Видели там, как тренируется в бассейне космонавта. Видели посадочные аппараты. Ребятам разрешалось везде посидеть, помелить одежду космонавтов. В центрифуге мы видели, как тренируются космонавты на этой центрифуге. Самой крупной в мире центрифуге, которая там существует. И модели карабин. А вот здесь еще раз показываю фотографию того самого Саши Фараконова. Он был в лагере космическом, когда еще учился у нас. И вот, запомните, это тот самый мальчик, которого мы ждем. Когда он полетел в космос. Саша Фараконов. Ну а здесь наши награды и наши проектные работы. Самые различные проектные работы. Сейчас вы на какими работами, на какими темами вы сейчас интересными работаете, Ольга Виколаевна? Ну, у нас есть... Вместе с Российским университетом Дружбы народа. Да, наша тема это вот космическая топонимика, связанная с теми местами в Москве, которые связаны с космосом. У нас очень много таких мест. Но я думаю, что мы расширим эту работу. У нас будут топонимы, связанные не только в Москве, но и в Московской области. Мы создадим, как планировано, карту, на которой будут представлены все самые интересные места, связанные с космосом. Спасибо вам большое. Дорогие друзья!